Всем привет! Сегодня в Питере опять без дождя и я сейчас поеду в Петергоф на лодке на подводных крыльях. Поехали! Субтитры добавил DimaTorzok 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 Золотые крыши Золотые статуи Золотые фонтаны Явно здесь чувствуется вот это вот европейское влияние дорого-богато прошлых веков Кстати, для тех, кому лень ходить по парку ездят вот такие разные по разным маршрутам трамвайчики Вот этот поехал в парк Александрия Но есть и трамвайчики, которые ходят по самому Петергофу по вот этому парку основному Да, конечно, фонтанов в этом парке реально много Они прям очень разнообразные не похожие друг на друга Вот такого вида фонтанов я нигде не видел Вон там, вон дальше находится фонтан мы сейчас подойдем который называется шахматная доска по которой наверху там еще и драконы какие-то сидят В общем, классно Фантазия у архитекторов этого парка работала нормально Закончил я осмотр нижнего парка обходил все дорожки На это у меня ушло где-то 3 часа Сейчас дошел до главного дворца и у меня выбор либо пойти внутрь либо доехать до Александрии Так как я больше люблю по паркам чем картины смотреть то, наверное, поеду в Александрию на поезде к насильникам Итак, за 4,5 часа можно обгулять нижние сады не спеша, спокойненько останавливаясь посидеть, перекусить и также можно успеть за это время съездить на паровозике в Александрию Снимал на видео я не очень много в Александрию но я всем советую туда сходить или съездить если мало времени на Нижние парки и Александрию вместе, как у меня тогда лучше съездить в Александрию на паровозике а так я бы с удовольствием туда вернулся и погулял она классная она более спокойная и, честно сказать, экскурсия сама обычно мне мешает чисто вот эти аудиогиды все но экскурсия на паровозике классная там реально интересно рассказывают мне в какой-то веке объяснили чем отличаются регулярные сады вот такие вот как вот здесь от пейзажных садов которые там в Александрии и оказывается вот регулярные это когда все искусственно планируется вот все четкие геометрические формы а пейзажные это когда главное чтобы не весь план вот смотрелся вот так ровненько геометрично знаете из космоса смотришь там как мозаика а когда ты вот должен ходить и тебе должно казаться как будто ты по-настоящему лесу ходишь и каждые небольшие детали парка они формируют как бы пейзажики и я всегда думал что в таких пейзажных парках вот как вот в Англии много и как Александрию пытались сделать я всегда думал что это ну вот так росло да и поставили там еще лавочки сделали какие-то еще скульптурки небольшие а оказывается нет пейзажные парки в большинстве своем планируются все эти деревья ссадятся и те садовники которые делают пейзажные парки они получаются как бы художники пейзажей они ссадят эти деревья в определенном порядке что все было красиво и блин это здорово ну и плюс рассказали кучу историй о царской семьи мне очень понравилось сейчас у меня мало времени я уже спешу на метеор короче говоря Петербург, Петербург, что-то мне в этот раз понравилось еще кстати интересно пока гуляю здесь здесь рассказывают что вот эти все фонтаны а вы видите сколько здесь фонтанов там в общем нет никаких насосов все эти фонтаны они сделаны по какому-то хитрому принципу что сам вот большой дворец он находится на возвышенности и вода с этой возвышенности самотеком стекает и за счет этого работает вот напор во всех этих фонтанах то есть они работают естественным образом напор создается как бы сам за счет инженерных сооружений которые были сделаны еще по-моему в 18 веке короче это вообще удивительно еще интересный момент что вот это вот Петергоф парк там Александрия и какая-то там императрица утверждала что она хотела чтобы появилось такое место как Александрия там более спокойный парк меньше вот этого Рока-Барокко и золота и она писала что она так благодарна судьбе императора что появилась Александрия потому что она и во дворцах то устает от придворных от золота вот этого тяжелого вокруг от всех этих узоров что глазу хочется отдохнуть и в Петергофе ей это не удается а как раз в Александрии более такой природном пейзажном парке она умудряется таки отдохнуть ну там правда очень красиво и там там знаете очень не по-русскому ну то есть я таких мест не видел есть ощущение что ты реально в каком-то английском лондонском в каком-то парке гуляешь сейчас я быстрее поспешу уже к метеору чтобы успеть вернуться в Петербург потому что у меня вечером с Апсан до Москвы давайте если понравилось видео подписывайтесь на канал жмем лайки буду стараться побольше видео выкладывать со своих поездок давайте всем хороших путешествий не болейте пока пока пока